Как я уже говорил, запрет на употребление вина – это поверхностное объяснение. Это означает, что это то, с чем это связано. Это не первый раз, когда они узнают об этом. Первый же день, возле горы Синай, они уже знали всю Тору. Но это то, что мудрецы используют как связующее звено. Это точка соединения. Это связующая точка того, что они сделали. Что касается всей Торы, то они изучили ее сразу. Потому что мы учили то, что, например, вопрос с соблюдением Шаббата встал через неделю после того, как мы получили Тору. И потом все равно случилось первое нарушение Шаббата. Целовхат собирал дрова, и он получил за это смертную казнь. Если нам пришлось бы ждать, пока Тора не упоминалась бы о нарушении Шаббата, у нас были бы проблемы. Почему? Потому что, когда нам дали Шаббат, тому времени, когда кто-либо изучил законы Шаббата, понадобилось бы пару лет. По сути, это не тот порядок. И Тора, который мы имеем, Всевышний написал ее особым образом. Народ Израиля знал ее особым образом. Проблема была не в том, что они пили вино. Проблема была в том, что они пошли против мудрецов того поколения. Проблемы, которые у них были со всеми своими знаниями, они все еще не поняли сути. И причина была в том, что им мешала их гордость. Вот почему, например, в Геморе говорится, что если кто-то гордый, вам не разрешено изучать у него Тору. Почему? И его Тора не с небес. Он может знать все наизусть. Он может знать весь Шулхан-Ару. Как ты знаешь свои пять пальцев? Но нам все равно не разрешено учить у него Тору. Почему? Потому что его Тора не с небес. Она из его собственной логики. Она из его собственного. Он на самом деле не верит в то, что он говорит. Я видел интервью очень известного актера в земле Израиля. Его зовут Зеф Ривак. Очень известный актер в земле Израиля. Он снял много фильмов, которые вам не разрешено смотреть. И он называет себя Масорты, то есть традиционным евреем. Его отец был большим раввином в Марокко. Его семья была очень, очень религиозна. Но он сам традиционный. Что значит традиционный? Он не соблюдает все вещи, которые мы обязаны соблюдать. Он соблюдает вещи, которые хочет соблюдать. Праздники, тфелин и тому подобное. Шаббат не уверен, что он соблюдает шаббат. Семейную чистоту не уверен. И так далее и тому подобное. Но его две дочери на самом деле сделали тшиву. Стали харидин. Но дело в том, что он вырос в доме, где его отец был серьезным знатоком Торы. Он был экспертом в Марокко по дикдуку. Дикдук – один из самых сложных предметов Торы. Почему? Это язык. Не просто язык. Как просто читать его. Это наращивание языка. Как строятся слова? Почему это буква, а не та буква? Почему это буква перед этой? Это очень, очень сложно и умопомрачительно. Это вещи, о которых по большей части люди не знают. Например, один из мудрецов поколения, Раф Мазуз Шихия. Одна из его способностей – дикдук. Как ни у кого в мире. Никто в мире, даже профессора, эксперты, доктора наук, еврейских философов. Что хотите. Никто в мире не знает столько же, сколько он. Его уровень понимания невероятный. Понимание языка. И почему это слово. И почему то слово. И все разные вещи. Зефри Вах происходил из такой семьи, где его отец был экспертом. Итак, он, будучи в возрасте, трех-четырех лет, уже читал Танах. Он уже читал Танах в детстве. Он прочитал Танах, я не знаю, сколько раз в жизни. Но он, к сожалению, по-прежнему нарушает Шаббат. И он по-прежнему не соблюдает много вещей. Почему? Потому что он читал это, как сборник рассказов. Без настоящей веры и понимания, что это все реально. Это все реально. Как святой, благословен он. Может привести тебя, и не только людей из истории. Может привести к серьезным проблемам. Вплоть до того, что нам придется съесть собственного ребенка. Если вы его не будете слушать. Как будто это реально. Как будто это случалось много раз. Поэтому, когда люди читают Тору с высокомерием, они верят, что истории в Торе это просто истории, которые имеют отношение к другим людям. Другому поколению. Другому народу. Даже всем остальным в этом поколении. Вот поэтому и не разрешено учить Тору у такого человека. Сделай шву. Тору у тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok